Всем снова привет! С вами я, Спей, или мой ник Агресот, и моя коллекция уроков по продвинутому использованию OpenGL. Вот на таком коде мы с вами остановились на втором уроке. Сегодня мы продвинемся еще дальше. Я познакомлю вас с созданием анимации. Прежде чем я начну все объяснять, давайте маленько подправим наш код, чтобы с ним было удобнее работать. В заголовке будет Less Than 3. Glute Single меняем на Glute Double. Это означает, что мы будем использовать два буфера. Буфер рисования и буфер сторонних вычислений. J-Flush используют только для Glute Single. Раз у нас Glute Double, мы используем Glute Swap Buffers. Меняем буферы. Благодаря этому мы их можем нормально рисовать. И уберем наши наработки этого урока. Оставим всю ту же сетку, чтобы видеть все изменения на его. Анимация должна расслабиться в отдельные функции. Точнее, инструкция по анимации. Создадим отдельную функцию, будет таймер. С параметром связана отдельная история. Пока мы оставим его просто как int. Мы сказали компилятору, что он должен быть. Но мы не назвали его имя, потому что он нам с вами не нужен. Зарегистрируем новую функцию. Сообщим OpenGL, что именно эту функцию с такими данными нужно использовать в качестве анимации. Glute Timer Function. Тоже особый набор аргументов. Время в миллисекундах до запуска таймера у нас будет, допустим, 500 миллисекунд. Указатель на функцию. Таймер. И значение вот этот аргумент, который передастся функции. Тандартный используем 0. Позже все подробно объясню. Так, посмотрим, нет ли у нас синтоксических ошибок. Ошибок нет. Мы будем с вами обновлять экран. Каждый раз, когда вызывается анимация, при этом вызывается таймер, мы должны с вами обновить экран. Сделать это можно двумя способами. Прописав Glute Post Redisplay. Это вызовет обновление всего рисования. Или можно прописать, то есть вызвать саму функцию Draw. Способы можно считать эквивалентными. И мы должны снова запустить таймер. Грут. Таймер. Функ. На те же 500. Тот же указатель. Тот же значение по умолчанию. Есть два способа воспроизведения анимации. Я продемонстрирую оба способа. Я расскажу их плюсы и минусы. Начнем с самого простого. Как только вызвался таймер, мы завращаем нашу фигуру J Rotate F. Мы повернем, например, на один градус вокруг оси Z. То есть в плоскости XY. Пожалуйста. Происходит вращение. Так. Давайте тогда сделаем скорость побыстрее. 50 миллисекунд. То есть 20 раз в секунду. Вот. Вращается. Это хорошо. Способ лаконичный. Простой в понимании использования. Просто прописать вращение. Но. Для сложных схем вращения. Например, поменять угол быстро. или изменить направление. Придется вводить новую кучу переменных. Поэтому лучше использовать другой способ. Давайте это уберем. Заведем переменную. слот. Angel. К нулю присвоим. Эта перемена отвечает за угол поворота. В анимации. Мы с вами будем прибавлять этот угол. Плюс, плюс. Angel. И здесь его рисовать. Если мы с вами просто пропишем. подобным образом. J.Rotate. 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 Angel. 0. 0. 1. То ничего не получится. Сами посмотрите. Сейчас. Запускаем. Вот. Все быстрее. 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 Потому что угол увеличивается. Но на то уже пошли обманы зрения. Все. Потому что угол постоянно увеличивается. А вращение происходит. Как мы помним. Все изменения происходят от измененной матрицы. Поэтому. Выучим особый прием. Мы должны сначала сохранить исходные данные. Джайр. Пуш. Матрикс. Джайр. Матрикс. Тем самым мы сделали резервную копию матрицы. А в конце. Вот. Джайр. Оп. И достаточнаяט. Мы постановили эту копию, то есть бросили наш поворот. Был порог, не было порога. Этот способ, он удобнее. Удобство я сейчас покажу. Но он будет чуточку помедленнее, потому что придется каждый кадр запрасывать и постанавливать матрицу. Посмотрим, что эти два способа абсолютно эквивалентны в мелком понимании. Все вращается. Покажу, что тут хорошего. Заведем еще одну переменную, scale. Помимо того, что мы будем вращать, мы еще и будем мешать увеличивать. И будем ее здесь определять. Scale, равно. Эту формулу следующую я подбирал довольно долго. Она, мне кажется, еще не совсем совершенно. Но для учебного пособия сойдет. Правда, забыл подключить. Include mass h. Для стриганометрии будет 1,0 минус abs sin 3,14 умножить на angel поделить на 90,0 поделить на sqrt 3,0 поделить пополам. И будем уменьшать по оси x и по оси y. Жиль, scale, 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 scale 1. Помним, что при масштабировании значения демножаются. Посмотрим, какой у нас визуальный эффект получился. Отлично. Квадратик вращается внутри в рамке окна. Неплохой эффект. Удобно, что у нас угол постоянно меняется, и мы его можем контролировать. Мы в любой момент можем изменить angel на нужный нам, и повернется все, как прежде. Способ хороший. Давайте поговорим теперь о свойствах этих функций. Вот этот параметр. Если он нам не нужен, мы его обозначаем просто int. Иногда еще ставим так. int равное нулю. То есть по умолчанию он у нас ноль. Если он нам важен, как в следующем примере, мы его обязательно выделим. int value Давайте. Поехали с цветом. switch value Если мы передаем ноль, то будет gl-color3f. Сделаем, например, белый цвет. break case. Если мы перейдем единицу в функцию, то мы сделаем красный цвет. И давайте с color 3f. 1 0 0 0. break. Так, уберем тут, а то это нам все испортит, выделение цвета. И будем передавать все время случайное значение. Напоминаю, делается это в вызовом функции rend. И делением ее на 2. Тогда ругаемся, ругаемся. include stdlib as. Все. Другаемся. Цвет будет все время меняться. Давайте глянем. То есть мы передаем либо ноль, либо единичку. И в зависимости от этого выбирается цвет. Так, давайте еще один трюк. Можно зарегистрировать сразу несколько функций таймера. Это советую делать тогда, когда у вас есть различия во времени вызова. void. таймер. 2. int. Тут уже нам не нужен. Будет параметр. Так, ну что. Ну пусть будет j.color3f. Сделаем на секунду цвет зеленым. Значение на секунду, а на мгновение. Зеленый. Glut. Post. Regis. Play. Glut. Timer. Func. Каждую секунду. То есть 1000 миллисекунд. Timer. 2. И value. 1. И укажем это в главной функции. Тоже сообщим. Glut. Timer. Func. 1000. Timer. 2. 0. Должно сработать. Так, что-то у нас не работает. А вот, секунду, давайте еще раз посмотрим. Нет, все-таки работает. Да, если мы вот уберем смену цвета, просто поставим j.color3f.1.1, то это будет нагляднее. Давайте наглянем. Вот. Видно вам было? Все время, вот каждую секунду, цвет все же меняется на зеленый. Ну что ж, я думаю, на этом все. Все основное мы рассмотрели. С вами был Агрезон. Подписывайтесь на мои новые видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok